Как Friendly Tag 52 NGG отдает дань уважения West Coast? Friendly Tag 52 NGG, Кейсин Аврора, 2022 Санкт-Петербург. Не понимаешь эти слова? Тогда ты явно пропустил главного хип-хоп фрешмена прошлого года. Белый хендай Солярис вместо ровера, ссоры с девушкой за продажи наркотиков, поездки с хаты на хату, общение с районными авторитетами. В своем творчестве артист в красках описывает жизнь питерского плага, а заодно в очередной раз подтверждает крылатую фразу Джамаля из ТГК. Самодельный рэп. Пока добрая половина хип-хоп артистов стремится к скоростным битам и перегруженному гличу, Mr52 NGG залетает на грубовые биты с западного побережья. В каком стильке хочешь попробовать замутить? Ни в каком. Вообще ни в каком. Не хочу ничего пробовать. Хочу рэп свой читать и ничего не хочу пробовать. И пускай YG и Win Staples использовали такой звук еще в начале десятых, в России он становится модным только сейчас. Причем интересно, что летний саунд калифорнийских улиц оказался в руках именно питерского аскета. Не понял мою музыку, послушаю ее с текстом, она дойдет до сердца. Я знаю, что я грязный, хотя дохожу до церкви. Мы решили узнать, откуда берет корни звучание крейсера Авроры. Сейчас расскажу. С вами Полина Фавлах. Я не буду рассказывать вам полную историю хип-хопа с западного побережья. Для этого понадобится отдельное видео. Но хочу выделить основные фигуры и музыкальные явления, повлиявшие на звучание фрэмби тага. Итак, начнем с Калифорнии начала 90-х, где, собственно, и зародился жанр, оказавшийся в руках тага. Жизнерадостный хип-хоп о гангстерской жизни, который уходил от грубого саунда и перегруженных сэмплов в сторону непринужденного груба, живых инструментов, высоких электронных клавиш и расслабленного речитатива. Жанр был популяризирован Доктором Дре и Снубдогом и стал главным проявлением рэпа западного побережья в радиоформате. В то же самое время в том же самом месте появился рэпер И. Фоди, который считается родоначальником of beat flow. Для такой подачи свойственно намеренное непопадание в такт, создающее особый свинг. Это неожиданное ускорение и смена ритмического рисунка куплета. Позже off beat станет символом не только западного побережья, но и Детройта. Этот флоу также повлиял на нарочито неаккуратную подачу френдли тага. После смерти Тупака и краха лейбла Death Row в 1996 в West Coast снова ушел в андеграунд. Но только для того, чтобы позже раскрыться для аудитории с новой стороны. Свежим ответвлением западного звучания в Окленде оказался хайфи. Это натива южному кранку. А теперь урок английского. Берем тетрадочки, ручку и записываем. Get a hi-fi. Ситуация, в которой человек энергично, быстро и громко танцует рядом с другими. Отсюда и название музыкального стиля. Основные отличия которого — резкие ритмы, контрастирующие с басами и синтезаторами из джи-фанка. Помимо узнаваемого саунда, частью хайфи-культуры стали нелегальные гонки. Так называемые сайдшоу, на которых один или несколько автомобилей, проезжая на большой скорости вокруг толпы, выполняли бублики. Главными первопроходцами жанра стали книда Сник и форинь, и рэпер Мак Дрэнд. К концу нулевых, DJ Mustard взял за основу мотивы хайфи и джи-фанк и привел их к более клубному звучанию. Ускорил темп, создал особенный грув, уменьшил количество грабанов, взяв за основу сочетание повторяющихся синтов. Продюсировав треки Тайга и YG и собственный микстейп Кетчап, он задал новое звучание Уэст Коста, сделав его еще более радийным. А теперь соединяем жизнерадостные мотивы джи-фанк с Offbeat Flow, добавляем щепоточку энергичных ритмов в хайфи, посыпаем толикой клубничного звучания от DJ Mustard и прокачанные палатчасти идем переслушивать дебютник Тага. Но самое главное, что Александр не остался в рамках одного стиля. В его недавнем треке Miss You показывается новый взгляд на аскетичный Андер десятых. Кроме того, Таг не единственный представитель 52. Уже сейчас можно заценить фрешминов All Black 52 и My Team. Питерское объединение развивает локальные жанры, и каждый его участник остается самобытным, отсылаясь не только к Уэст Коста, но и к грязному югу и Немпфису. С вами была Полина Фаворская. Подружайтесь в мир музыкальных знаний вместе с Нько. Бро недоступен, отвечаю, не грязный, выпиваю чаще, но считаю, что я трезвый. У меня есть клауд и коннекты, есть бенза, вокруг много зверей, будто на свитера кенза. Эго блин от Дрейка, странно, я дарю без чего.